Спонсор программы «Еда как дважды два» – сеть магазинов «Семья». Здравствуйте! Мы приветствуем вас на кулинарном состязании «Еда как дважды два». Программа для тех, кто любит проявлять творчество, стоя у плиты. Условия соревнования. За отведенное время два участника должны приготовить разные блюда из одинакового набора продуктов. Особенность соревнования в том, что в наборе только два элемента. К нему они могут добавить один продукт и специи на свое усмотрение. Побеждает тот, чье блюдо больше понравится жюри. Победитель получает приз – набор вкусных продуктов. Герои сегодняшнего соревнования – руководитель Центра танца «Краш» Павел Полуянов и руководитель детской танцевальной студии «Танцы улиц» Алексей Местеров. Олег, какие продукты ты выбрал для наших сегодняшних гостей? А сегодня для наших гостей я выбрал сыр и макароны. И у наших участников будет 40 минут времени. Продукты для участников предоставлены сетью магазинов «Семья». В семье всегда можно найти все необходимое для реализации самых неожиданных кастрономических идей. Качественные продукты из разных уголков мира не оставят никого равнодушным. Алексей и Павел будут готовить разные блюда из макаронных изделий и сыра. Они могут добавить еще один продукт на свое усмотрение. Кроме этого, допустимо использовать специи и дополнительные ингредиенты в небольших количествах. Такие как масло, сливки, мука, зелень. К макаронам и сыру я добавлю креветки и приготовлю для вас блюдо с творческим названием «Не яблочки не на тарелочке, а в ракушечке, а креветочки». К макаронам и сыру я добавлю чудесные свежие грибы и получится блюдо с оптимистичным названием «Лето близко». Ну что, участники у нас готовы, продукты тоже. Мы даем вам 40 минут времени. Можете начинать. И пусть у вас сегодня все получится. Удачи. Поехали. Спасибо. Павел Полуянов – идейный вдохновитель и художественный руководитель, педагог, хореограф Центра танца «Краш», которому в этом году исполняется 15 лет. Выпускник Пермского государственного института искусств и культуры по специальности хореограф-балетмейстер. Экспериментатор творческих профессий. Актер театра и кино, модель, автор и исполнитель песен, ведущий праздничных событий, ну и все сопутствующие функции хореографа. Всегда занимается только тем, что приносит удовольствие. Павел, как мы узнали, у вас был опыт работы в кино. Ну-ка, расскажи. Его мало кто заметил. Нет, на самом деле я имел такой опыт в съемках сериала «Реальные пацаны». Ну, роль, видимо, такого брутала, который немножко помешан на религии. Меня звали Сергуня. Опыт на телевидении большой? Опыт на телевидении? Часть всех программах. Ну, наверное, за мою творческую деятельность, наверное, большой. Ну вот такой впервые. Вот, я хотела узнать, как вы себя чувствуете в окружении камер? Открою секрет, я надеюсь, нас никто не слышит. Да, конечно, нет. Что вот у плиты я нахожусь очень редко. Очень редко. Потому что, ну, не так много свободного времени, и всю вот эту вот приятную деятельность я доверяю жене. Ну, и в любых случаях могу ресторан доверить. Я имею в виду готовку, да, готовку. Судя по тому, что вы сегодня решили приготовить, кажется, что не очень редко. Редко. Я просто это блюдо пробовал, и мне захотелось самому, своими руками, сделать такое же. Но делаете вы его первый раз сегодня? Нет, я порепетировал. Порепетировал, конечно. Вечерком на кухне? Да, конечно. И всем понравилось, и поэтому я не изменил своего мнения, и решил остановиться именно вот на этих ракушках. Ну, скоро и мы попробуем, как это у вас получилось. Отлично. Алексей Местеров, руководитель детской танцевальной студии «Танцы улиц». Начал танцевать с первого класса школы, хотя считал это зазорным делом. Ведь надо было танцевать с девочками в паре. На первом курсе университета попал в брейк-команду «99 Pro». Потом открыл и собственную танцевальную школу уличных танцевальных стилей. Считает, что каждый мужчина должен уметь вкусно готовить, как минимум для того, чтобы не умереть с голоду в отсутствии женщины. Алексей, вы говорите, что любой мужчина должен уметь готовить блюда, чтобы не остаться голодным в отсутствии женщины. Какой минимальный набор блюд вы считаете необходимым? То есть там доширак, пельмени? Что такое? Ну, и учитывая, что блюда должны быть разнообразными, допустим, один вечер мы едим доширак, второй вечер мы едим пельмени. Ну, бывает отсутствие женщины чуть дольше, поэтому как минимум добавляется еще омлет с яичницей, поставить себе чайник вскипятить. Вот, ну, а там уже душа сама попросит каких-нибудь кулинарных изысков в виде тертого савира, в виде макаронов с фаршем и так далее. То, что вы сегодня готовите, насколько привычное для вас? Повседневное для вас блюдо? Ну, по сути, да, потому что готовить нужно очень часто, очень быстро, вот, помочь жене быстро накормить ребенка, поесть самому, поэтому на готовку долгое время нет. А как часто заменить жену на кухне? Ну, раз в неделю, наверное, наверное, да. И если у вас дома, у вас все-таки хотя бы раз в неделю вы оказываетесь на кухне фирменное блюдо? Ну, недавно появилась творожная запеканка. Лежал творог и решил приготовить именно творожную запеканку. Так. Вот, по необычному для себя рецепту, ну, в общем, мне очень, мне и семье очень понравилось. Все получилось. Да, да, поэтому сейчас, я думаю, перейдем еще. Ну, надеемся. Если бы сегодня был творог, я думаю, сделал бы обязательно ее. Надеемся, что и макароны у вас сегодня хорошо получатся. Уверен. Ну что, время. Можно начинать презентовать свои блюда. Готовы? Да, я готов. Как процесс прошел у вас сегодня? Что-то было такое, что-то получилось, не получилось? Как вам? Результат как вам самому-то? Соответствует ожиданиям. Вы попробовали? Да, обязательно. Павел? Да. Как у вас сегодня, на самом деле, сам процесс приготовления? Ну, вы знаете, получилось лучше, чем я ожидал. Гораздо. И выглядит как-то аппетитно. Как так? Что пошло не так? В лучшую сторону я имею в виду. Нет, возможно, данные технические условия позволяют больше возможностей для приготовления. А нам в удовольствие это все пробовать. Я уже с нетерпением жду, когда мы начнем это делать. Не яблочко не на тарелочке, а в ракушечке до креветочки. И лето близко – блюда руководителей танцевальных коллективов Павла Полуянова и Алексея Нестерова. Эти и другие рецепты наших участников вы можете найти на сайте рефей.ру. Слушай, Аня, я бы назвал это блюдо все-таки морские раковины, сейшелс. По мне, так это оно и есть, да? Лимон, ракушки – круто вообще. Ну, Павел, молодец. Я думаю, с него и начнем. Может, вилки нам не нужны? И как мидии, да, и с руками. Ну, смотри, это как бы, да, это мидии, правда, нет? Или устрицы. Или устрицы. Вкусно. Они должны так похрустывать. Лично мне нравится, как они похрустывают. Попробуем следующее. Это у нас «Лето близко» от Алексея. Пробуем. Лето близко, а мы на макаронах сидим, да, Стави? Ну, что по мне, так может быть соус добавить? Знаешь, это вкусно. Алексей, вы приготовили блюда из макарон, грибов и сыра. Ну, вкусно, да, согласен. Сытно, это тоже хорошо. Но ты знаешь, тут есть несколько минусов, которые я для себя подчеркнул. Что бы я посоветовал сделать и доработать в этом плане? Сварить макароны, так как ты это делал, ну, не обжаривать их в последующем. Зачем это делать, да? Ну, скажи, ну, в твоем случае свежесваренные макароны лучше в соусе дотушить, да? Сперва ты их сварил наполовину, до готовности, аль денте еще говорят. А затем протушил в том соусе с грибами а-ля жульен, который ты приготовил. Круто будет, поверь мне, если еще сверху засыпешь сыром. И даже можно в дальнейшем его не запекать. Он и так классный, вкусный пармезан, тем более ты сегодня не использовал. На ура пойдет блюдо, пальчики оближут все, честное слово. Паша, мы попробовали твои не яблочки, да не на тарелочке, в креветочках, которые там все у нас получились очень вкусные, интересные, ну, такие оригинальные. Также не обошлось без минусов, на мой взгляд. Не нужно добавлять муку в сливки, потому что, поверь мне, макароны и так обладают достаточно такой клейковиной, вязкости, чтобы... Ну, и сливки, тем более, у тебя затянулись, когда ты варил с креветками. Во-первых, смотри, креветки немного переварились. Вкус сливочного масла очень сильный, ярко выраженный, оно немножко перегорело, как мне показалось. Ну, ребят, минусов хватает и там, и там. Ну, я могу оценить только как непрофессионал, мне тоже понравилось. По вкусу мне понравилось, правда, и то, и другое. Но для меня эти оба блюда немножко тяжеловатые. Ну, вот сытноватые. Сытноватые и тяжеловатые. Сытноватые и тяжеловатые. Вот. Ну, я не хочу сейчас говорить... Пусть о лице такие. На самом деле, они оба вкусные, оба хорошие. Я, наверное, дам голос за оригинальность, которая требует небольшой доработки. Павел. Вы победили в нашем конкурсе сегодня. Мы вас с этим поздравляем. Держите. Это презент наших партнёров-спонсоров. Молодец. Молодец. Спасибо. Ну, подарки-то для всех у нас. Без подарков у нас отсюда никто не уходит, Алексей. Спасибо. Спасибо, что пришли и провели с нами веселое время, ребят. Готовьте с удовольствием. И увидимся в нашей следующей программе «Еда, как дважды два». Каждый из вас может почувствовать себя участником шоу. Ищите товары, отмеченные специальным ценником «Еда, как дважды два» в магазинах «Семья» и создавайте свои кулинарные шедевры. Ты можешь лучше? Докажи! Создай свой кулинарный шедевр с семьёй. Сыр «Эдам» жирность 45% в килограмм всего за 299,90. Макаронные изделия «Америя» в ассортименте 400 граммов всего за 19,90. Сеть магазинов «Семья» с заботой о покупателях.